Доброе утро, дорогие друзья из Иерусалима. Все течет, все меняется, но Тора остается вечной. Это вот единственная константа, которая в жизни есть. Если человек не имеет этой константы, то за что ему удержаться? Не за что вообще. То есть обычный человек, ему вообще не за что в этом мире удержаться. У нас есть Тора, все понятно, как Царь Шалмон сказал, да? Бога бойся, заповедь его соблюдай, в этом всем человек. И каждую вещь Бог приведет на суд, все скрытое, и хорошее, и плохое. И вот об этом как раз мы сейчас изучаем 26-е ворота, да, в этой книге «Пути праведников». Наверное, здесь так именно ворота сделаны, как праведник идет по дороге, и он проходит сквозь ворота. Вначале он прошел одни ворота, вторые. Первые ворота – ворота гордости. Вторые ворота, какие были? Ворота смирения. Третьи ворота – ворота стыда были. Четвертые ворота – это были ворота новости. Пятые ворота – это были ворота любви. Шестые ворота – это были ворота ненависти. Седьмые ворота – это были ворота милосердия. Восьмые ворота – это были ворота жестокости. И девятые ворота – это были ворота радости. И десятые ворота – это были какие ворота беспокойства. Вот мы про эти все качества мы разобрали. Потом было еще 10 ворот, я не помню, какие были дальше ворота А сейчас мы 26 ворота, у нас ворота раскаяния Раскаяния это как вернуться к своим прошлым действиям и их исправить Потому что когда Цейф Самон сказал, что все Бог переведет на суд Все скрытое, хорошее, плохое Это абсолютно точно То есть есть то, что называют на Востоке кармы Есть возврат, как бы последствия любого действия То, что называется судом Но Всевышний предусмотрел механизм, который называется раскаяние И ты можешь, сделав Чуву, раскаившись, ты можешь убрать вот это негативное последствие Это тоже по суду То есть есть такой закон, такой механизм, который вложен в это мироздание Что вернувшись обратно к той точке, с которой ты стартовал Ты можешь стереть последствия Все очень честно Всевышний, он очень справедливый И вот это вот действие Чува, раскаяния Оно это не простое действие Это мы уже сколько изучаем про него И мы изучили 7 причин, почему надо сделать Чуву 7 причин, почему нельзя откладывать Чуву Сейчас мы изучаем 20 инструментов раскаяния Которые каждый из них дает какое-то дополнительное знание Как это делать Итак, мы остановились на десятом Десятое это то, что нужно, если ты что-то делал неправильно, нужно делать противоположное правильное То есть это очень интересная вещь Выбираешь прямо, вот ты на кого-то там злился, гневался Сейчас ты наоборот, значит, всех хвалишь, всем делаешь комплименты и так далее То есть нужно перегнуть палку в сторону добра Одиннадцатая Одиннадцатый лайфхак называется Исследование Анализ своих поступков Кстати, видите, как хорошо наши уроки работают Вот, можно провести прямую связь Обещали, что будет там война и так далее Прямо целыми днями Все эти журналисты вруны Они прямо умрали без остановки Мы видим, сколько времени уже прошло Никакой войны, почему? Потому что мы молимся за мир И в Израиле это срабатывает То есть почему, вы спросите, не срабатывает где-то в других местах Не знаю, в других местах это есть Насколько, как Тора нас учит Что Израиль, он прямо, все время Всевышний Под прямым, как бы, под прямым наблюдением Всевышнего И здесь очень все процессы очень ускорены Да, то есть и раскаяние ускорено И награда за заповеди И наказание за преступления То есть здесь очень намного все быстрее происходит Я думаю, что скоро закончится и война Благодаря нашим молитвам Просто мы боремся, чтобы был мир везде Ну, скоро везде наступит мир Это я не сомневаюсь вообще Просто надо сильнее молиться, больше учиться Больше помогать распространять уроки вайкра Чтобы больше людей придели У нас 50 тысяч часов изучения Тора в месяц Если бы было миллион, в 20 раз больше Значит, уже бы давно бы уланы закончились Хорошо, одиннадцатый Одиннадцатый лайфхак Как делать шву Это исследование Анализ своих поступков Как в книге Эйхо мы читаем Что изучим мы свои пути Исследуем их навкоро и так и сделаем Хакера такое исследование И нам всяко всевышнего То есть без вот этого вот исследования Этих путей Тяжело вернуться А как ты знаешь Может ты правильно делал Может неправильно делал В Калмуде в Брахот написано Что в начале Что если к человеку пришли неприятности Он должен проверить свои дела Есть четкий сигнал Когда надо точно начинать Пересматривать свою позицию Свои какие-то жизненные установки Да, принципы, правила Потому что действие Это следствие То есть каждый человек Тоже как нас учил царь Соломон Прямой в своих глазах И путь у него прямой Спроси любого А ты как поступаешь? Правильно поступаю А ты как хочешь? Хочу, чтобы все хорошо было А при этом каждый может Такие вещи делать, что жуть Поэтому Если пришли к человеку неприятности Значит Говорит нам Талмуд И пошел в Бамаса Проверит свои дела Проверил Исследовал И говорит Все делаю правильно Вот в общем Все делаю правильно Вот спроси любого человека Который Какая бы у него ни была жизнь Курильщика спроси Ты вообще правильно куришь? Правильно курию А что? Один раз живем Значит Кто не курит И не пьет Здоровье Не умрет То есть приведет Как тоже в притче Царь Соломон говорил Что умнее грешник По вожделению В своих глазах Чем всем мудрецом Он на любой там Довод На любое исследование Он приведет Еще какие-то доводы И значит Продолжит делать То что ему хочется делать Поэтому Когда человек У него неприятности Он Исследовал свои дела И не нашел причину Это значит Говорит Талмуд Что мало учил Торы Он не знает По-настоящему Человек Без Торы Что такое добро Что такое зло Что такое правильно Что такое неправильно Что такое ошибка Вот например Я считаю Что очень страшные Глупые люди Очень страшные Глупые люди Да год назад Почти Приняли закон Что нельзя было Молиться в Йом-Кипур В Тель-Авиве Мужчинам и женщинам Раздельно То есть Они эти глупые люди Думали Что они борются За демократию За права женщин Не знаю За что они борются Но они конкретно Выходили Прям такие глупые Что просто Ну Как будто Очень похоже По поведению На этих кабанов В Хайфе Вот они прям Люди пришли Помолиться Оставили себе Стурчики Сидят Думают Помолимся Сейчас Богу Значит Ем-Кипур День искупления А эти пришли Как дети И свиньи такие И давай Рушить стулья Что типа А нельзя Чтобы отдельно Мужчины и женщины Молились А они хотят Вот те мужчины хотят Вот те женщины хотят Вот так молились всегда Вот мусульмане так молятся Вот везде Ну то есть Почему нет Те люди Которые выходили На вот эти демонстрации Они думали Что они делают Хорошее дело Представляете После этого 7 октября Трагедия Конечно они не скажут Что это из-за нас Как они такое скажут Они вообще не могут сказать Они думают Что это не из-за них Они думают Что это из-за там Разведки Из-за армии Еще за кого-то Нет Это все Духовные причины Есть у любого события В этом мире Есть духовные причины Если Исследовать Свои пути Исходя из одной Системы координат То вроде Все правильно Если исследовать Исходя из другой То может оказаться Неправильно Поэтому Одиннадцатый Прием Раскаяния Проверить себя Исследуя Все преступления Которые совершил За все свои дни Польза здесь состоит Из трех аспектов Во-первых Человек вспомнит Все свои преступления И исповедуется Перед всемышним Так как Исповедь Одна из основ Искупления То есть Если он вспомнил Преступления Так хорошо Он может Это исправить А если он вспоминал И говорит Ну вот Все в жизни Делал правильно Вот Куда не посмотрю Значит Все Какие преступления Вообще Никакие преступления Значит Это есть Если вы посмотрите Есть Кодекс Такой Воровские понятия И там Воровских понятиях Есть Ну там Воровать же Это хорошо По их понятиям И так далее Есть у них Воровских понятиях Одно из Как бы Таких Основополагающих Заповедей Это Вовлекать Воровские понятия Других людей И такой человек Вот он сидит Где-то Его посадили В тюрьме 20 лет Ему дали Он сидит Такой И он еще Заболел Чем-то Сидит Проверяет Свои дела Говорит Наверное Ошибся Я действительно Мало Вовлекал Воровские понятия Поэтому Вот у меня Сейчас Там Заболел Не наоборот Ну вообще Любой человек Когда заболевает Это нехорошо Это ему сигнал Что что-то В его системе Не работает На физическом уровне Не работает Это понятно Это уже проявилось В виде болезни Но И на духовном уровне Есть какая-то причина Корень болезни Есть в духовном мире На духовном уровне И нужно проверить По какой-то системе Теперь Если Книга-то написана Уже для религиозных людей Для тех Которые Хотя бы допускают Что есть Духовные понятия Что есть Тора Что есть Бог То есть Есть люди Которых нет Они говорят Я верующий в Дарвина Фанатик Кроме Дарвина Никого нет Все Я Инфузория Туфелька Умеющий разговаривать Это фанатики То есть Потом как Бизнесменов По-разному Знаете У каждого человека Есть свое воспитание Какое-то Некоторые Есть Вот я помню У меня отец В свое время Он очень увлекался Он очень увлекался Декабристами Почему-то Вот он прям Читал про декабристов Говорил Какие люди были Замечательные декабристы Многие не знают Кто такие декабристы Да Это которые У них было В 1825 году Они восстали Против крепостного права В России Были такие декабристы Пушкин там Как-то К ним тоже Каким-то боком Относился И вот они Эти декабристы Они считали Что надо Значит Крестьян Доволю Крепостных Надо отпустить Что это такое Вообще 85% Населения России До 1860 года Были крепостными Принадлежали другим То есть Узаконенное рабство И эти значит Декабристы Они в декабре Видно Вышли на восстание И значит Кого-то казнили Кого-то сослали А у меня отец Борис Исаакович Пентусевич Значит Он вдруг Изучал декабристов И еще такое говорит Вот жены там Декабристов Я еще помню Тоже он меня пытался Вовлечь в изучение А это Вот какие у них Жены были Поехали за ними В Сибирь Я еще на всю жизнь Напомнил Думал Да декабристы Молодцы Вот мол И жены Молодцы И все То есть Человек воспитывается На каких-то Ему Данных Со стороны Ну каких-то Книгах Размышлениях И так далее И у него Формируется Один ракурс Как работает мир Потом второй ракурс Потом третий ракурс Четвертый ракурс Вот здесь Человек Он Я считаю Если он такой Считает себя Широдим Кругозором Он должен Хотя бы допустить Что религиозный ракурс Он тоже существует Почему? Потому что Ну не может же быть Такого Чтобы там Тысячи лет Например Если говорить про евре Люди не глупые Которые для них Обучение было Самым важным в жизни Верили Вот Верили Учили Готовы были умирать За то Чтобы не отказаться От веры Значит Человек Он говорит Ладно Я попробую Какая тут Значит В чем концепция Вот концепция такая Ладно Попробую Значит Пожить Исходя из этой концепции Что такое добро и зло Согласен Попробую А награда какая? Вечная жизнь О Интересно То есть Получается Если я иду В спортзал Я Через спорт Получу Чуть-чуть Энергии Чтобы здесь Лучше прожить Хорошо Значит Тоже многих Не убеждают Я лучше Полежу на диване Сохраню Энергию Некоторые говорят Нет Пойду в спортзал Значит Потрачу Стану Сильнее Чуть потрачу Стану сильнее Потрачу Стану сильнее Значит Некоторые говорят Хорошо Буду учить Тору Полчаса в день Урок Торы С 10 до 10 Посмотрю Что Всевышний Мне скажет Это очень Правильная подход Если вы будете Урок Торы Потом поблагодарили Всевышнего 10 минут За что-то За все Что у вас есть Прям за все За ручку За тетрадочку За глаза За воздух За нос За губы За уши Если одно ухо слышит За одно благодарите Все время Благодарность И потом молитва И вам реально Всевышний ответит Вот я вам даю гарантию Тора это как Интерфейс Который Как система Через которую Ты устанавливаешь Личный контакт Со Всевышним Который усиливается Через благодарность Или же Всевышнего Усиливает через страдания То есть он тебе Как тревога Так до Бога Он человека начинает Как-то колоть Которого любят Это Сейшалон нам сказал Что тот Кого Бог любит Того он пробуждает Он не наказывает его Он его пробуждает Чтобы пробудить Его к Торе своей Так вот Значит Устанавливается Личный контакт А дальше Я думаю Что те Те кто верующий По-настоящему Да Вот те кто по-настоящему Уже уловили Этот внутренний контакт У них нет сомнения Что есть Бог Что все от Всевышнего Что Бог добрый Что надо соблюдать заповеди Что не соблюдаешь заповеди Это плохо Ну и так далее Хорошо Значит Возвращаемся к этой книге Исследование Оно полезно По трем причинам Первое Это Когда ты находишь Действительно Свои грехи Свои ошибки Ты можешь их убрать А как их убрать Это исповедь То есть Ты осознаешь Что ты согрешил Ошибся Ты вслух говоришь Что я жалею о том Что я ошибся И ты вслух говоришь Как исповедь Да Ведуй на иврите Исповедь на русском Там на всех языках Исповедоваться В своих грехах И ты вслух произносишь Не надо никому обещать Просто сказать Всевышнему Я понял Что я ошибался Я это осознаю Я больше так делать не буду Мне тяжело Что я это делал И третье Я на будущее Не буду так делать Собираюсь больше так не делать И тут важно Не преувеличивать Свои силы А именно Попросить у Всевышнего Помощи Чтобы он избавил Помог Чтобы дал силы Чтобы усилил Ваше желание И так далее Теперь второе Вторая причина Почему надо исследовать Он пишет Во вторых Человек который исследует Своё прошлое Он осознаёт число Совершённых преступлений И грехов И прибавит себе Смирение Перестанет выделываться По простому Да То есть Перестанет быть Вот почему первые Были ворота Праведников Это гордыня То есть Когда человек гордый Он себя считает Шибко умным Он считает Что вот он знает Вообще всё И что ему там Вообще Кто ему что может сказать Знаете Есть эти люди Да я сам тебе сейчас Расскажу всё Про Всевышнюю Лаборатору Есть эти люди Которым Вот ты начинаешь Что-то говорить Да я знаю Да я знаю Да я знаю Это вот как раз То качество Которое Прежде всего Забор такой Для того Чтобы стать Праведником И вообще умным Потому что Тот кто знает Он же уже Ничего больше не узнает Вот как наполненная Чашка такая Когда он осознает Свои грехи И понимает Что он и тут ошибся И там ошибся И здесь ошибся Знаете как Человек который гордец Он как бы Ну а чего ему гордиться Да Есть в мире Миллионы людей Которые умнее Богаче Спортивнее Красивее Там В любой категории В какой бы человек Не стал гордецом Он должен знать Что он в этой категории Не первый А в других категориях Он точно не первый Потому что Любой олимпийский чемпион Он может В каких-то параметрах Проигрывать Каждому из нас Вот мы просто Простые Смертные Которые Смотрят Урок Торы Так возьмем Самого звезду Шоу-бизнеса Миллиардера Я не знаю Орен Баффет Да Орен Баффет Умный человек Очень Под 300 миллиардов долларов Ну ему то уже 95 лет То есть А у нас все моложе Все участники Урока моложе То есть У нас есть преимущество Как цельством Он говорил Что лучше живая собака Чем мертвый лев И Орен Баффет При всем его Богатстве Мудрости И так далее Он доживает Там Ну то есть 95 лет 94 Он молодец Он великий человек Он в своем возрасте Абсолютно адекватный Сейчас перед кризисом Вот этим Пошло падение биржи А он до этого Продал почти все свои акции И вышел В наличные В 280 миллиардов долларов Да То есть Он умнейший человек Но 95 лет Я думаю Что он завидует Каждому из нас И готов бы был отдать Если бы была такая возможность Ему поменяться И сказать Заберите 250 миллиардов долларов Дайте мне 50 лет жизни дополнительно Он бы отдал Чтобы стать 50-летним Все свое состояние Я отдаю гарантию Ну вот Миллион процентов Что если бы ему Кто-то предложил Давай так Тебе сейчас 50 лет Ты свои деньги отдаешь Твои знания при тебе Там Ну миллион долларов Останется у тебя Но ты 50-летний В два раза Воложе Он скажет Все согласен Забирайте 270 миллиардов С одной стороны Человек должен ценить То что у него есть И у каждого из нас Есть что-то Очень важное И ценное Что обычно Человек обесценивает С другой стороны Огордиться это нечем То есть Вот эта сама гордость Оно бессмысленное состояние Которое только Человеку Мешает И вот он пишет здесь Когда ты вспоминаешь Свои грехи Первое Ты можешь их исправить Первый плюс Второй плюс Что ты становишься скромным Ты думаешь Да Вообще Вот действительно Все от Всевышнего Все Даст Бог день Даст Бог пищу Скромность Она очень помогает Третье Что Когда ты раскаялся И принимаешь на себя Удаление от любого греха Нужно знать Что именно Преступил Чтобы установить Для себя ограду И остерегаться Того в чем Преступил Потому что Следует особо Остерегаться Тех преступлений К которым привык И которые легче совершить Потому что Инстинктивное Злое начало Уже запрограммированное Властвует над человеком И человек Который раскаивается Он подобен Выздравливающему больному Ему нужно Остерегаться Некоторых вещей Чтобы вновь не заболеть Такого же И больного Преступлениями Раскаиваясь Он должен весьма Остерегаться И беречься Что это значит Вот например Возьмем У человека был грех Злоязычие Злоязычие Он значит Все время Он любил Он почесать языком И пообвинять Кого-то И вот значит Он думает Так Все Я не хочу больше Это делать Злоязычие Это реально Серьезное преступление Я перехожу На позитивное мышление Я вижу все В позитивных тонах Я с одним клиентом У меня есть индивидуальный клиент Он говорит Тут меня один Чувак бесит Он просто Меня бесит Этот мудак Я говорю Стоп 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 Подождите Мы же работаем над счастьем Правильно Правильно Давайте просто Мы гибкость мышления проявим Вас бесит То что он мудак Да Как вы говорите Я говорю Давайте по-другому Сформулируем мысль Вот как можно Его назвать по-другому Не используя слово Вот которое вы назвали Давайте его назовем По-другому Он Говорит А как Я говорю Ну вот попробуйте Как-то изменить Это слово Которое Вас так возмущает И назвать его По-другому Он говорит, одну букву он поменялся, он говорит, это чудак, то есть он поменял меначи, чудак, и как он начал смеяться, что это чудак, и он его оказалось не бесит, а вызывает у него удивление, этот чудак у меня вызывает удивление, и он вместо того, чтобы беситься и гневаться и раздражаться, он начал смеяться, и действительно, что этот чудак вызывает у него удивление, что он говорит нам? Если он понимает, что при встречах с этим чудаком он в моменте не выдержит, то есть, понятное дело, что когда мы с ним сидим и обсуждаем в очень позитивной атмосфере, что действительно нужно по-другому формулировать, и он как бы понимает, что при такой формулировке ему же легче, и совершенно он не впадает в гнев, в раздражение, не в стрессе, не делает никаких глупостей, более адекватно и спокойно принимает решение. Но с этим чудаком, который его удивляет, ему лучше не встречаться напрямую. Почему? Потому что в момент, если он с ним встречается, он может не выдержать. Потом его можно было бы спросить. Но этого не было, это я уже просто добавляю, что значит выстроить остерегаться, ограду. Если человек знает, что когда он выпивает 50 грамм алкоголя, после этого он выпивает бутылку, а после бутылки он уже не помнит, что он делает, так ему нужно 50 не выпивать. То есть, кажется, 50 кажется, что тут такого вообще 50 выпить? Ну, для аппетита. Разве кто-то от 50 грамм еще есть вред? Все даже ученые разрешают. Да, то есть, он знает, что потом он после 50 выпивает бутылку, а потом его находят там вообще непонятно где и непонятно с тем, то тогда ему вот 50 надо тоже поставить ограду. 11-й был у нас инструмент раскаяния, да, исследователь называется. То есть, исследование, очень важный инструмент, который начинается, точка для исследования, это страдание. Начинается страдание. Потом берется на себя ответственность, что этот мир не случайно. Если мне здесь плохо, значит, и ты начинаешь копать. Наверное, где-то ошибаюсь. Наверное, где-то в этой сфере я веду себя не очень правильно, закончил шуткой, как одна женщина, у нее был муж, по ее мнению, невероятный абьюзер, который ее там вообще чуть ли не избивал вообще. Ну, то есть, она пришла на него жаловаться к психологу какому-то. И этот психолог говорит, а как происходит его? Да, она говорит, он каждый день приходит с работы и на меня просто набрасывается. Просто он на меня набрасывается все прямо с порога. Психолог говорит, вот прямо с порога на вас набрасывается? Да, говорит, она вообще, я просто даже не понимаю вообще, при чем тут я. Я вообще не понимаю, от чего он на меня набрасывается. Психолог говорит, сейчас новое средство изобрели, называется березовый сок. Березовый сок, набираете в рот березовый сок полстакана, давайте проверим. Она говорит, ну как это повлияет? Он говорит, попробуйте. Она попробовала, муж приходит, она набирает полстакана сока березового в рот. И вообще никаких проблем, никаких абьюзов, ничего. И оказалось, что человек в чужом глазу видит что? Он видит в чужом глазу сыринку, а в своем бревно не замечает. Оказалось, что именно с порога то, как она с ним разговаривала, вызывало у него вот такую какую-то реакцию, которая ей не нравилась. И когда она остановила свое бревно в глазу, которое она не замечала, то, естественно, и прекратилось с другой стороны. И последний анекдот. Две женщины встречаются и говорят, я не понимаю своего мужа. Я вообще не понимаю, что ему от меня не хватает. Я ему и готовлю вкусно. И значит, я все, значит, я ей красивая. Я, значит, ну просто идеальная жена. Чего он от меня уходит? Вторая говорит, я тоже не понимал вообще. Ну это же надо исследовать как-то, надо разобраться, почему. А ты все вспомнишь? Она говорит, вроде все вспомнила. Ну, говорит, может разве что из-за того, что изменяли? Хорошо, дорогие друзья. Все, всем удачи и успехов. Чтобы Всевышний дал нам заслугу, чтобы реально пытаемся разобраться, что такое хорошо, что такое плохо, и действует в соответствии с волей Всевышнего. Всевышний нам даст прямо объяснить, понятно объяснит каждому из нас, в чем действительно, что такое хорошо, что такое плохо. И мы перестанем по ошибке, я уверен, что ни один нормальный человек в здравом уме и в трезвой памятнике не станет нарушать волю Всевышнего. То есть просто по ошибке нам не объяснили, когда это правильно, что такое хорошо, что такое плохо. И мы иногда по ошибке можем ошибаться, но с Божьей помощью во всем разберемся, сделаем шву, станем праведниками. А праведник, если попросил что-то у Всевышнего, Всевышний сразу делает. Поэтому мы сразу просим, чтобы был мир. Первым делом очень хочется, чтобы перестали умирать люди, которые вообще не должны, не хотят люди воевать. То есть ни один нормальный человек, кто уже его спросил, воевать не хочет. Ни один нормальный не хочет воевать. Очень странно, когда люди, ну то есть 10% сумасшедших бандитов, маньяков, но их же мало, их просто там 0-0-0 какой-то процента. Поэтому давайте помолимся, чтобы эти люди, которые у власти, чтобы они, именно эти люди, развязывают войны. Войны развязывают именно те, кто у власти. И мы можем только молиться, чтобы они изменились и перестали они везти народ на убийство простых людей, везти на убийство под самыми, всегда ведут под красивыми лозунгами. Все войны под красивыми лозунгами, но по факту они ведут простых людей на убийство. Наступил мир во всем мире, чтобы люди перестали воевать. И чтобы каждому из нас было, нам, нашим близким, всем хорошим, добрым людям было хорошо внутри, на сердце. Чтобы было хорошее здоровье, и чтобы были хорошие отношения с близкими, и чтобы хватало денег на еду, на жилье. И я думаю, что на сегодняшнем мире мы живем в прекрасном мире. Лучшего положения в мире по деньгам не было никогда. Да, уровень комфорта просто невероятный. Поэтому людям, если раньше воевали за хлеб, сейчас этого нет. Сейчас у всех есть хлеб. Нечего воевать. Сейчас все войны – это последствия раздутого эго правителей. На сегодняшний день во всех странах, которые сейчас воюют, был прекрасный уровень жизни, которого не было никогда. За всю историю человечества такого уровня достатка медицины жизни не было никогда. И поэтому народу нет смысла воевать. Воюют правители, потому что они остались такими же. У всех раздутое эго, все хотят что-то кому-то доказывать. Обманывают народ, что есть поводы для войны. Нету повода для войны. Простой народ живет сейчас сто раз лучше, чем жили сто лет назад. Все. И, конечно, риф ваш лама – полное выздоровление всем родственникам, близким, всем участникам наших тренингов. И всем, особенно, кто помогает. Партнеры в Экро, друзья в Экро, спонсоры в Экро. А вся наша деятельность в Роте Тора существует только на пожертвования. 18 долларов в месяц, 50 долларов в месяц или 100 долларов в месяц. Это то, что помогают сами участники уроков. Поэтому спасибо всем огромное, что даете возможность развиваться. У нас сейчас где-то 10-15 уроков в день. Сейчас студия, новые циклы уроков. То есть заходите на канал в Экро в Телеграме. Там есть вся информация обо всех уроках. Все. Всем удачи, успехов. Счастливо, а то завтра. Завтра в 10 утра с божьей помощи продолжаем.